Кибермошенники И каким бы внимательным не был пользователь, попасть в эту паутину лжи может каждый С начала 2023 года кибермошенники похитили у россиян более 4,5 миллиардов рублей И хотя многие схемы аферистов известны, работают они и по сей день По статистике, атакам в большей степени подвергаются госструктуры, компании, занимающиеся продажами и организации технологического сектора Не многие знают, но сегодня мошенники притворяются не только сотрудниками банков Современные технологии позволяют им буквально перевоплотиться в ваших родных и близких Депфейк-технология позволяет изменить исходный голос на выбранный Чтобы вы не попались на удочку мошенникам, мы подготовили для вас несколько рекомендаций Первый способ проверки – посмотреть, с какого номера вам звонят Современные технологии позволяют подделать номер телефона Попросите собеседника подождать и перезвоните ему по номеру из телефона книжки Так вы точно убедитесь, что звонок настоящий Второй способ для тех, кому перезвонить, точно не вариант Манеру речи можно подделать всегда, а вот память человека точно нет Небольшой уточняющий вопрос точно все расставит по своим местам Вкиньте в разговор несуществующий факт и задайте вопрос Слушай, мне надо срочно за квартиру заплатить, а карту заблочили Продиктуй номер карты, я закину тебе, а ты хозяйки квартиры переведешь Такая просьба – первый звоночек о том, что на другом конце провода находится мошенник Ведь операцию можно было выполнить напрямую, на карту хозяйки Нелогично, но здесь могла сработать элементарная паника В такие моменты важно говорить уверенно Ой, слушай, да вообще без проблем, сейчас только карту найду Как там, кстати, ты с Женей уже помирилась? Какой Жене? Третий способ проверки – оценка адекватности просьб Если ваш собеседник просит вас перевести огромную сумму денег, продиктовать номер карты Или назвать три цифры с обратной стороны карты – это повод задуматься Ну а вообще специалисты рекомендуют ориентироваться на качество звука Если это дипфейк-технология, то, скорее всего, будут какие-то помехи и странные шумы Если рассматривать киберпреступления с точки зрения мотивов Направлены они в большинстве случаев на денежное обогащение, а не на кражу данных По сравнению со средними значениями 2022 года Объем похищенных средств вырос практически на 30% Все зависит от подхода злоумышленника к отправке фишинговых сообщений Это может быть просто массовая рассылка И тогда большая часть фишинговых писем порежется непосредственно перед попаданием их на машины сотрудников Либо же дойдет, но эти письма в явном виде будут видны, что это фишинговые письма То есть там будут домены, никак не относящиеся к структурам, которые якобы отправляют эти письма Вот, например, у меня сегодня на почту с утра пришло письмо о том, что у меня есть некая задолженность перед налоговой службой Но домен, который содержался в письме, был вообще никак не относился к налоговой службе И было понятно, что это фишинговые письма, пытаются снять деньги Если звонок исходит от представителя банка, рекомендации экспертов сводятся к одному Продолжать разговор не стоит Сотрудники банка не станут вам звонить и уж тем более требовать от вас какие-то данные Сотрудники полиции, они вам позвонить могут на самом деле Но никакую персональную информацию запрашивать они не станут Максимум уточнят, где вам удобнее получить повестку Также опасность может подстерегать пользователей на поддельных страницах интернет-магазинов И на ресурсах для онлайн-заработка То есть вы соглашаетесь на какую-то работу, выполняете минимальный объем работы Заработали какую-то определенную сумму Но чтобы вывести ее, вас просят банковские реквизиты Вы их даете и все деньги уходят с вашей карты Самое главное в любой ситуации сохранять спокойствие Мошенники зачастую стараются вызвать у своих жертв панику Именно за счет такого эмоционального состояния люди и совершают необдуманные поступки Открывают фишинговые ссылки, переводят деньги на незнакомый счет Конечно, существуют достаточно действенные системы, отсеивающие спам-звонки Но и они не могут справиться на 100% успешно В группе риска люди среднего и пожилого возраста Самый небольшой вклад, который мы можем внести в борьбу с киберпреступностью Рассказать близким, с чем они могут столкнуться и как с этим справиться Маргарита Михайлова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов Универньюс